Излюбленные места отдыха алматинцев это рестораны и кафе. В период карантина эти заведения функционировали лишь до 10 вечера. А с сегодняшнего дня им разрешено работать до полуночи. А это значит большой ассортимент в меню и наплыв клиентов. Смягчение карантинных ограничений коснулось также ТРЦ, рынков, бассейнов, в котором теперь разрешена деятельность без ограничений и даже выходные дни. Театры смогут принимать зрителей с заполняемостью залов не более чем на 30%. Религиозным объектам можно проводить богослужения разом для 100 человек. Такие послабления стали возможны благодаря снижению количества инфицированных коронавирусом. В случае дальнейшего соблюдения карантинных мер и снижения заболеваемости немаловажным фактором, вкладом является эта вакцинация. Если мы будем наблюдать в дальнейшем ежедневное снижение заболеваемости регистрации 80, 60, 50 случаев, 40 в день, то соответственно будут рассматриваться дополнительные меры по смягчению карантинных мер в городе Алматы. Владельцы МСБ, деятельность которых контролируют 32 мобильные группы, с воодушевлением приняли послабление карантинного режима. Немало в городе и тех заведений, которые с начала пандемии работали только в установленное законом время. Очень хорошие новости. Видите, это, например, дает какую-то надежду для нашего народа, то, что в скором времени все это закончится. Дали сегодня час, может через месяц дадут два часа, ну и соответственно с этим, может, в ближайшее время очень надеемся на то, что все закончится. Сами же алматинцы к постановлению санврача относятся с пониманием и говорят, что соблюдение антивирусных правил позволит скорее победить COVID-19. Очень приятно, что можно выйти, посидеть, встретиться с подругами и не спешить. Я тоже считаю, что если до 9 или до 12, до 3 часа ни то больше не заразиться. Я очень обрадовался. Мое окружение, мои друзья, мои близкие как-то очень с радостью на самом деле отреагировали на это. Важно помнить, что все-таки есть риски для старшего поколения, и что если все-таки мы ходим, там, молодежь, мои ровесники, кто-то постарше, а какие-то заведения, то все-таки нужно помнить про наших бабушек и дедушек и все-таки с ними поменьше контактировать и не подвергать их опасности. Между тем, сняты ограничения в деятельности Казпочты и Центров обслуживания населения. Запрет продолжает сохраняться на ограниченную работу развлекательных учреждений в ТРЦ. Это касается также банкетных залов, компьютерных, игровых и ночных клубов, караоке и букмекерских контор. Роман Нощенко, Арсен Сандбаев, телеканал Алмата.